Жители многоквартирного дома в Первомайском районе Новосибирска жалуются на отсутствие электричества в течение нескольких дней. В девятиэтажном здании не работают лифты, а на верхних этажах требуется серьезный ремонт. Виной всему прохудившаяся крыша. Николай Сальников подробнее. Протекание кровли весной во время активного таяния снега – настоящая беда для многих домов в Новосибирске. Однако эта история особая, потому что в ней только чудом обошлось без гибели людей. Ливень с потолка в доме на Шмидта 12 начался неделю назад, когда в регионе потеплело. Однако пятничным вечером вода окончательно вышла из-под контроля и спровоцировала другую стихию – огонь. В электрощитке произошло короткое замыкание, которое переросло в пожар. Хорошо пожарные приехали быстро. Я в дыму уже здесь задыхалась. Я боялась к двери подойти, потому что выбежала кое-как на балкон. И уже дальше боялась черный дым. Я думала, дойду я до двери или нет. Понимая, что с электричеством шутки плохи, сигнал тревоги первомайцы подали еще утром. Однако в местном ЖЭУ его не услышали. Вот так вода шла сюда уже. Я хвост рукой и туда. Прибежала там начальник и кто там еще, секретарша его или кто. Я ей говорю, вот так и так и так и так. Все. Ну он даже не поднялся. Впрочем, по словам заместителя старшего по дому, кое-какие меры по недопущению воды до оголенных контактов под напряжением коммунальщики все же предприняли. Причем еще за неделю до возгорания. Пришли поставили бутылку пластику, чтобы она спускалась с нее. И, соответственно, это все убежало вот сюда. Никаких других действий не предпринималось. То есть на протяжении пяти дней затопления здесь стояла бутылка? Да, да. Все это правильно. Так и стояло. Никто ничего не реагировал. По действующим правилам управляющая компания обязана ликвидировать протечку кровли в течение суток. Более того, с жильцов собирали деньги на ремонт крыши не так давно. 30 апреля 2017 года состоялось собрание общедомовое. И главная повестка дня была утверждение дополнительных работ на 2017 год. Тестичный ремонт кровли общей сметы 141 464,50 рублей. Судя по тому, что протечка у нас идет что в третьем подъезде, что во втором, по факту мы не видим вложения этих денег. Действительно, по той повестке дня, которая у нас была озвучена, что у нас будет ремонт кровли. Не видит результата работы управляющей компании и жительница другого подъезда. Причем, по словам женщины, душ с потолка здесь уже давно принимают не только на последних этажах. На эти 140 тысяч было что-то сделано или нет? Частично. Написано частично, тем не менее, можно подняться на наш этаж. Как текло, так и течет. По всей магистрали до седьмого этажа просто вода льется, потом уже по ступеням по полу везде. За комментариями съемочная группа ОТС отправилась в УК «Перспектива». Однако видеоряда добыть не удалось. Путь в кабинет директора оператору преградил начальник службы безопасности. Поскольку подобное развитие событий было предсказуемо, ситуацию спас диктофон. Аварийная ситуация мы не могли устранить. Там кровля решеток. Мы не могли устранить, чтобы вода не текла. Потому что в прошлый год собственники отказались ремонтировать кровлю. А вы можете на камеру? Нет. Я на камеру. Ну, потому что не хочу. Мы сейчас туда поднимем бухту битум, а сейчас будем там топить битум. Будем проливать лоток. Вот эти вот все щели мы будем проливать. На данный момент в доме отключены лифты. Также без полноценного электроснабжения остаются несколько квартир. Сейчас жильцы готовят заявление в прокуратуру и госжилинспекцию. Кстати, ремонт пострадавших от затопления квартир в УК «Перспектива» оплачивать не собираются. Николай Сальников, Евгений Агеев. Новости ОТС. Сальников, Евгений Агеев. Новости ОТС.